еще раз здравствуйте спасибо что пригласили сегодня я вам расскажу про планировки собственно планировки всеми воспринимаются как некие кубики квадратики ну типа чё там сложного вы и сами расставить говорят обычно архитекторы когда спроектируют красивый дом думает ну классно же большие комнаты собственно чё там сложного диван принести поставить поставил живее да кто так общается с клиентами поднимите руку ну типа у вас же семья из трех человек значит вам спальня детская да по 20 метров ну класс да нормально подходит подходит кто так делают а как вы делаете ну есть и по 9 но когда человек переезжает из 8 в 9 для него уже хорошо короче говоря сегодня про планировки я вам постараюсь показать эту тему под другим углом не смотрите в телефон у меня интересно честно говоря вы мы же понимаем да что мы экспертами становимся тогда когда мы видим проблему с разных сторон не только однобока ну вот немножечко как-то по-другому поэтому я сегодня расскажу вам вот свою версию версию моих клиентов которые ко мне постоянно обращаются после вас продавцы квартиры я представлюсь так как у меня не очень много времени я буду стараться все делать быстро представляться тоже значит чем я могу быть вам полезен и мой контент чем может быть вам полезен ну во первых я снимаю обзоры новостройка в городе екатеринбурге я это делаю с прекрасной ксении чернецкой наверняка вы ее знаете она великолепный эксперт прекрасный человек поэтому милости просим канал на ю тубе называется градис интерьер заходите смотрите обзоры новостроек я надеюсь это будет вам полезно также я вот видите как написал исправляю планировки не создаю а исправляю понимать ключевое слово исправляем значит планировки которые я делаю я тоже снимаю обзоры тоже выкладываю на youtube поэтому вот пожалуйста градис интерьер на ю тубе вы можете найти и собственно говоря насладиться и много чего интересного узнать но основная моя деятельность это дизайн интерьеров я создаю интерьеры я называю это интерьер для счастья это не красивые картинки это интерьер для счастья есть разница да есть красиво а есть когда вот классно уютно и я счастливый вот я это называю атмосферные интерьеры интерьеры вы можете найти на сайте градис точка ру это наш сайт и посмотреть так сказать что по-настоящему красиво не скромно да и так что же для нас важно в итоге друзья для меня я подумала что же для меня важно в работе с клиентами ответ банален это счастливый клиент что такое счастливый клиент это прекрасные отзывы это рекомендации это деньги мы все их любим откуда же они появятся если не будет рекомендации правда ведь то есть счастливый клиент что для меня как для дизайнера счастливый клиент это прекрасный гармоничный интерьер чтобы получить такой интерьер нужно что нужно хорошую планировку основу это как фундамент для дома то есть должна быть правильно выверенная планировка а что мне нужно для того чтобы сделать такую планировку правильно мне нужно изначально хорошее пространство в котором можно создать эту замечательную планировку я вам скажу по секрету не в каждой планировке можно создать хорошую планировку и в последующем дизайн вот но так получается вот а это вы дорогие друзья вы продаете квартиры а это пространство это планировка с которой потом человек имеет дело он что-то с ней делает он хочет в ней жить счастливо удобно комфортно красиво короче с чем я столкнулся то есть там все красиво было а в жизни все происходит вот именно вот так рассказываю случаи жизни клиенты приходят ко мне и рассказывают вот такую историю слушай иван нам нужна помощь мы пришли к застройщику нам понравился дом красивые мопы великолепная территория вообще все замечательно сайт конфетка вообще ну просто чума жить хотим там нам показали вот такую планировку она нас устроила почему потому что настроя есть спальня детская кухня гостиная целых два санузла раньше был один час два но вообще все шикардос нам классно потом через месяц клиент сидел у меня я его обнимал успокаивал говорил спокойно мы все исправимся будет хорошо а почему так происходит потому что продавец продает количество комнат и размер этих комнат то есть квадратные метры друзья но если задуматься человеку нужно немножечко другое то есть совсем другое ему нужно чтобы было удобно красиво и уютно поняли вот я пытаюсь объяснить чтобы вы поняли разницу то есть это вообще другой то есть цель другая то есть если у нас цель поехать на отпуск в жаркие страны это одно направление если горнолыжный курорт это другое направление две разных цели мы их достигаем немножечко по-разному и здесь тоже совершенно разные друзья удобно красиво уютно это вообще не про вот это что такое удобство это про хранение нам будет удобно если мы подумаем о хранении об этом чуть дальше что такое красота красота это про композицию но это уже такая немножечко дизайнерская тема но просто чтобы вы были в курсе вот я вам рассказываю то есть а композиция начинается именно с планировки вы чуть дальше тоже немножечко это поймете но уют это про атмосферу когда мы создаем вот такую некую классную приятную как в ресторане знаете пришел и вот расставил все так хорошо приятно но вот бывает же такое до пришел и вот уходить не хочется это вот про атмосферу а бывает что прямо вот вот прям со я ухожу и не нужны мне ваши котлеты сами ешьте их вообще бывает такое нет про атмосферу вот такой получается золотой треугольник и вот это все вот там переплетается и все ради того чтобы получилась хорошая планировка я почему про это рассказываю потому что я 23 года этим занимаюсь и больше тысячи проектов сделал у всех стараюсь получить обратную связь вот обратная связь простая сделайте нам удобно красиво и уютно вот все итак друзья всего лишь несколько советов которые я вам постараюсь рассказать лет они очень простые значит я их не смогу наверное полностью раскрыть просто потому что времени не хватит вы мне просто на слово поверьте потому что я только одними планировками 7 лет занимаюсь и это не просто про расставить мебель это про психологию это про то как мы ощущаем себя в этом пространстве а на самом деле вот это вот ощущение в пространстве формирует наше восприятие окружающей действительности и от этого влияет и наше настроение наше отношение к людям и так далее и так далее вот соответственно после того как вы клиенту продали просто квадратные метры не всегда не бывает довольно вы наверняка хотите все-таки довольных клиентов вот как их собственно получить уже после того как они пользуются квартира значит совет номер один прихожая должна быть просторной сейчас многие застройщики игнорируют это пространство делает его очень маленьким в угоду квадратных метров жилых комнат это категорически неправильно почему потому что мы получаем на входе вот такой вот истории гвозди в стенах на них значит вот это вот вся вот висит вот эта вся история это называется визуальный шум это пространство что формирует она формирует такое место через которое хочется быстро проскочить даже не задерживаясь там я вам сейчас предложу вот через через ощущение прочувствовать эту ситуацию вот две истории да вот так прихожая номер один чем пришел все отработал давай пошли посуду мыть надо уже давай мыть пол стирать или вот здесь вот как день провел что нового было как я соскучилась давай пообнимаемся мими шу-шу-шу на ощущениях попробуйте прочувствовать вот это два разных пространства прихожая должна вас встречать точно так же как вы хотите чтобы вас встречал любимый человек что для этого нужно правильно правильно организовать хранение большой шкаф и просторную прихожую если невозможно сделать гардероб но если возможно сделать гардероб конечно делайте гардероб сейчас мне скажут а как же быть в маленьких однушках вот можно приходить и к валерии расскажу но на самом деле можно то есть можно перепланировать то есть здесь делается так немножечко урезается комната и немножечко добавляется вот вот сюда в прихожую это на самом деле важный второй момент тоже фотографируйте запоминайте должна быть постирочная обязательно нигде этого нету объясните мне какой комфорт когда у вас постирочная ванной комнате тогда это не постирочная это точнее это не ванная а это помывочно постирочная вот что это такое у кого в ванной стиральной машины руки поднимайте давайте быстро быстро поднимайте руки выше у кого нету стиральной машины в ванной отлично значит вот вторая часть у кого нету стиральной машины в ванной вы принцессы а у кого стиральной машиной ванной вы золушки поняли да еще есть подожди дойдем поняли да знаете почему все очень просто опять на уровне ощущений это опять же психология да то есть мы когда приходим ванну мы либо в ней занимаемся бытовыми какими-то историями ну и стираем там носки перебираем грязные мужа мужики глаза потупили но я сам бросаю все бросают мы думаем о бытовой так сказать стороне вопроса да ну то есть вот то есть я не лежу кайфую в ванной а я вот думаю блин сейчас постирать надо то есть эти мысли не способствуют вашему расслаблению а значит это плохо так что тот кто золушки исправляетесь срочно в принцессы потому что такая ванная это прямо спасение дальше объясню почему уборочный инвентарь кто из застройщиков думает про то где хранить уборочный инвентарь а никто смотрите сколько это много у меня такой вопрос возникает всегда хочется спросить друзья а к вам что ко всем уборщица приходит причем вместе с чемоданом в которых уборочный инвентарь вот она пришла распаковалась и все помыло если этого не сделать швабры пылесосы у вас будут на кухне за шторой за дверью и вообще везде можно говорить о том что это дизайнерская квартира нет получите вот этого кайфа нет будет клиент доволен нет мы хотим чтобы он был доволен и счастлив вот хранение сфотографируйте вам поможет значит 9 типов хранения друзья если их нету в квартире и и вы не можете предусмотреть где они могут быть все счастье не видать просто потому что не будет чего ну я же говорю вначале золотой треугольник хранения это вот удобство поняли это про удобство пятое родительская спальня надо что-то объяснять нет если нету родительской спальни то есть мастер спальни то какой нафиг секс нет вообще секс всегда прекрасен в спальне не в спальне где угодно но когда у вас есть дети то комфорт никогда из мастер спальни да как можно называть квартиру комфорт класс когда нету мастер спальни ну какой-то комфорт но это не комфорт правильно поэтому если в квартире в которую вы продаете этого нет, быстро ищем возможность, как это исправить. И находим. Вот, например, как здесь. Вот, пожалуйста, раз, нашли. Нету мастер-спальню? Есть. То есть это возможно. Шестое. Кухня-гостиная. Я считаю, убежден, утверждаю, что кухня-гостиная должна быть всегда совмещенная. Если это не так, то в вашей жизни вот так. Жена жарит котлеты, муж футбол с пивом. Если есть и с островом. Остров это вообще, знаете, это такая семейная скрепа, друзья, вокруг которой можно, так сказать, вместе там пиццу печь, детей собрать и, в общем, с детства их воспитывать, приобщать к труду, вместе обсуждать какие-то проблемы. Согласитесь, в таких как бы историях это не с руки. Как вы считаете, мужчина? Вот такой вам вариант. Такой? Спасибо. Потом вопросы в конце. А, надо мужчин к порядку призывать. А еще лучше делать рядом невидимую часть кухни, в которую вы все быстренько прячетесь. Но об этом потом, потому что сейчас времени уже две минуты, наверное, осталось. И еще на кухне и гостиной должен быть обязательно стол. Я категорически против барных стоек, приставок острову и всему такое подобное. Потому что стол это очаг. Сейчас не буду объяснять, просто поверьте на слово. Ну или объясню на мастер-классе. Седьмое. Есть такое понятие, которое звучит следующим образом. Градация интимности помещения. Если оно у вас нарушено, комфорт квартиры понижается резко. Почему? Потому что когда приходит посыльный и у него напротив находится спальня, открыта дверь, там лежит человек. Ой, ну извините, я в неглиже. Ну как-то не комильфо, да? Неудобно. Кстати, есть одно исключение, когда напротив детская подростка. Это наоборот может быть удобно, потому что он со своими друзьями бесячими, которые туда-сюда ходят. Вот так все бесят, потому что они. Они быстренько зашли, вышли, их никто не видит. Да? У кого подростки, согласны? Вот все кивают. У меня двое подростков, поэтому я сразу согласен. У вас видно нету, да? Фишку не сечете. Ничего появится, вы вспомните мои слова. И, пожалуй, самое главное, это места личного уединения. Друзья, про это вообще никто почему-то не задумывается. Кто знает, что это такое? Например, для мужчины это может быть кабинет, и для женщины тоже. Это отдельная комната, в которой мы можем уединиться, почитать книгу, поработать, посмотреть телевизор. Зачем нам это надо? Ну надо же одному когда-то оставаться, правда? Кто мне скажет, раньше в хрущевках и в панельках, где была комната уединения? Правильно, молодцы, туалет с книжкой, у всех книжки стояли. Почему? Потому что не было больше мест, правда? Если места уединения не будет, что будет происходить? А? А, кстати, сейчас расскажу, что будет происходить, но я вам обратно в ванну. Вот, ванна, дамы дорогие, вон для вас место уединения, где вы можете закрыться, шампусиком полежать, никто вас не трогает. А теперь ответьте мне на вопрос, какое нафиг уединение и расслабление со стиральной машиной, блин? Никакого. Правильно. Так вот, вот что будет происходить, если вы не предусмотрите места уединения. Кто себя вспомнит? Кто вот дома так вот? А муж на работе. А знаете, почему так? Потому что муж приходит домой, дома вот так. Он такой, не-не-не, я поработаю. Жена ему звонит, давай домой. Он говорит, не-не-не, я поработаю, а сам играет, сидит. Что, думаете, работает? Да хренушки. Сидит там, шпилит в игры. Потом приходит поздно, жена вообще умоталась. Конечно, уже никакого секса. Можно, поэтому и мастер спальню не сделал. Ну и он нафиг. Вот. В общем, друзья, делайте правильные планировки. Ну, либо обращайтесь к правильным людям. Вот мои контакты. Помогу разработать, нарисовать. Ну, или смотрите видео, учитесь. Вам не приходится с планировками, которые дает застройщик. Мы понимаем, что все, о чем вы рассказали, застройщик практически никогда не предусматривает. Удается ли вам все-таки переделать планировку в тот формат, о котором вы говорите? То есть практически с любой планировкой можно было работать, найти там эти места? Слушайте, у меня столько вариантов ответов на этот вопрос. Но первый из них, ну из запорожца вряд ли сделаешь Мерседес. Если вы меня поняли. То есть, если вы хотите купить, то лучше проконсультироваться. Да, но, конечно, можно. Сделать можно. Ну, давайте так. Это то, что я назвал, это идеал, да? Мы к нему стремимся. Когда начинаем работать с планировкой, оказывается, что тут что-то не получается здесь. Или одно в ущерб другому. И поэтому ищем какой-то компромисс. Но, чтобы этих компромиссов было максимально мало, во-первых, вы изначально можете уже выбирать квартиры со знанием дела. Ну и потом перед покупкой консультироваться и спрашивать, слушайте, ну а вот как здесь? Получится, не получится? А вот здесь? А давайте выберем? Такое тоже можно. И перед продажей старички. Да. И тоже можно консультироваться с тем, что мы порой... Конечно. А, вопрос, со мной консультироваться или вообще консультироваться? Нет, я вообще рекомендую каких-то, может, друзей дизайнеров завести и с ними консультироваться. Но действительно это было бы круто. Да, я консультирую за деньги. Да, это прям рекомендация, да, обращайся к дизайнерам за консультироваться, потому что порой мы не можем продать квартиру за импирарские платформы, а там оказывается, что им так страшно, можно переделать и получить абсолютно ликвидный объект. Иван, спасибо вам большое. Поаплодируем Ивану. Спасибо вам.